У меня сегодня похороны! Так зачем вам кибершланг? Ну я приду с ним на похороны, представьте, как можно похвастаться. Может у вас еще и открытый гроб пылит, а вы еще и кибершлангом похвастаетесь. Для тех, кто в танке, короче, сейчас у нас будет тема, я буду отыгрывать от своего персонажа, Алина будет отыгрывать от своего персонажа. И когда у нас будет заканчиваться какое-то слово, или мы просто захотим как-то, ну, неожиданно повернуть русло разговора, то есть неожиданно, чтобы именно у нас закончилась что-то мысль в голове, Мы не могли бы подумать, как его продолжить, да? Мы начинаем шелкать пальчиками вот так вот. На момент Мистер Няшка говорит всего лишь одно слово. Мистер Няшка, кстати, очень сильно тупил в прошлый раз, я говорю всего лишь одно слово, типа, ты не должен говорить словосочетание, ты не должен говорить какие-то предлоги, ты просто вот это слово и все. Садись, садись, садись. Да забей, все сейчас, Лина пошла за нормальными наушниками. Окей. Четокимка, посмотрите, как я офигенно расселся. Кстати, посмотрите, какая крутая котейка. Я как будто бы из деревни сбежал, знаете, тут он мне нравится. Дорогие друзья, смотрите. Одевайся. Виталий торговец черного рынка, которому Виталя хочет продать кибершланг кипера. Это охуенная тема, бля. И при этом будет еще слова говорить. Я Виталия буду? Да, здравствуйте. Здравствуйте, это вы с форума darkinside38.com? Быстрее, что нужно. Я пришел кое-что вам продать, очень интересную вещицу. Она находится у меня... В жопе. В жопе. Я извиняюсь. Загляните мне в жопу. Там вы увидите офигенный, отличный... Длинный... Длинный кибершланг. Кибершланг? Ну чей? Этот кибершланг принадлежал какому-то... Пиху. Психу. Ладно, молодой человек, мне не очень интересует, что находится у вас в жопе, но я вижу у вас пару прекрасных мешуток. У моей дочки завтра день рождения, и она очень любит... Чупа-чупс. Чупа-чупсы. Я думаю, что вдобавок к ним... Если вы хотите продать мне свой кибершланг под предлогом чупа-чупса... Да. То, пожалуйста. Продайте. Продайте. Да, я как раз хотел сказать, раз ваша дочка любит пососать, так сказать, ну, чупа-чупсы, то... Хорошо. Можно на вынос и взять кибершланг прямо из моей жопы, и пусть пососет его. Мишутка в подарок будет? Мишутка в подарок. Да хватит три на кукан посадить. Да, на кибершланг я хотел сказать, простите. Это, извините, просто бывает, и иногда бывает, я хочу что-то сказать. С какими вкусами ваш кибершланг? С какими... со вкусом... Клубники. Клубники. Жопные клубники. Потому что я сегодня съел немного клубнички. И кишков. Вы уверены, что моей дочери это понравится? Ну, знаете, как говорится, втянется. Хотя, поначалу, может быть, немного неприятно, но потом, как бы, это войдет во вкус. Просто у моей дочери есть травма. Она... Пососала. Она как-то пососала чупа-чупс, и у нее отломился зуб. Не будет ли такого с вашим кибершлангом? Ой, понимаете, наш кибершланг сделан из... Титана. Титана. Если она что-то его сосать неаккуратно, тогда ей пи***. Но! Стальные яйца? Но! К нему идут стальные яйца, которые смягчат боль, потому что в них находится... Желток. Желток. Это типа анестезия, я правильно понимаю? Да. Ой, ну хорошо, если вы оплатите моей дочери вставление железных зубов, то я куплю ваш кибершланг, но... Взамен я дам вам... Хату. Хату? Хату? Свою хату дайте. Не переживайте. Да, но моя хата... В моя очередь. Ну ладно. Просто как-то жирно, я думала он что-то смешное скажет. Хата нормально, я согласен. Но, знаете, вот вы говорите ставка зубов, не переживайте, все это уже предусмотрено. Я подрю вот эту вот коробку мешуток. Вы дочке дайте ножичек, пусть она их разделывает, и там внутри будут и зубки, и... Кишки. И кишки, и залубки, и все что угодно, потому что я занимаюсь хобби. Стриптиз. Стриптизом занимаюсь, да, вот. Стриптизом? Оу, маааа. Да, я знаю стриптизом, и вообще, знаете, я бы мог бы оплатить вам... Вы могли бы купить мне гибершланг и все остальное натурой. То есть мне не обязательно продавать квартиру? Так подождите. Что? Ммм, а как долго вы можете? Ну, понимаете, с этим есть небольшая проблема, ведь максимум я могу... 2,45. 2,45. То есть отмучиться не так долго, да? Но зато, хоть я могу всего лишь 2,5 минуты, ну 2,45, да, зато я люблю делать, кидать по... Мишеням. Мишеням? Что? Мишеням. Кидать по мишеням. Так, я вижу, у вас там есть отличная мишень сзади, я бы это пару раз закинул. Ну, вам в мишень, видимо, уже закинули, кибершланг, я правильно понимаю. Да, да, мы... Молодой человек, а вы почему переносите его там, может, расскажете? А, конечно, я могу рассказать, но для этого нужно пройти в мою берлогу. Так, я продам вам хату, мы можем пойти сразу туда. Лучше в мою берлогу. Там просто у меня очень много коробок с мишутками, вы же ходите для дочери выбрать самого лучшего, мишутку, потому что ведь есть мишутки, которые... Пивас. А, мишутки с пивасом. Ну, в целом это не будет большой проблемой, мишутки с пивасом, потому что моей дочери... 13 лет. 13 лет, ну, у нас уже в 13, знаете, по улицам ходят, много чего делают. Да, я понимаю, в нашем городе уже в 13 умирают. Вот я на прошлой неделе... Эксбиционизм. Занимался эксбиционизмом. Представьте, шла 13-летняя девочка и просто умерла. Ну, я ее расчленил и запихнул по мишуткам. Надеюсь, это была не подруга моей дочери, которая пропала как раз в то же время. Нет, я, кажется, знаю, о какой подруге вы говорите, и ее я всего лишь... Даши. И ее я всего лишь дашил. Душил, дашил. Душил, душил. Да, душил, если справиться. Это я выкрутился, а не он. Мы хоть не трое холеб... Так, хорошо, поговорим, поговорим. Нет, но это было после того, как я ее... Сосал. Сосал. Хорошо. Мне именно в тот момент, кажется, в моей жепе оказался кибершланг. Ладно, не буду давать ему шанс. Хорошо, давайте поговорим о товаре. Хорошо. Расскажите мне о товаре. О мешутках? Нет, нет, о шланге. Ну, в общем-то, этот кибершланг принадлежал одному интересному психуаке, я бы сказал. Вот, правда, сувал он его постоянно во всякие... Интересные места. Интересные места. Да, а также... В рот. В рот. А, ну то есть, чупа-чупс, как чупа-чупс уже ранее использовался. Да, как чупа-чупс уже раньше... Как говорится, он сосал его и... Хорошо, сколько в нем... Сантиметров. Сантиметров. Он ровно, ровно... Тридцать. Тридцать миллиметров. Тридцать миллиметров, три сантиметра, я правильно понимаю. Да. Ой, ну как-то маловато, маловато, но для дочери сойдет, но она, в принципе, довольно уже взрослая. Мне кажется, ваша дочь как раз пресосется. Пресосется. Ну, не знаю, будь ей, но она просто такие, если я не ошибаюсь, чупа-чупсы сосала лет в... Пять. Пять. Ну, типа, сейчас ей нужно что-то посерьезнее. Понимаете? Может, мы договоримся... Хорошо, у меня есть отличная идея. У меня есть одна подруга, она работает в Шиши Верде Лаунж. Нет, давайте посмотрим. У вас есть кибер-шланг, но можно ли пользоваться... Может ли моя дочь пользоваться вашим шлангом? Моим шлангом? Ну, хотя нет, слишком мало будет, типа, три с половиной минуты. Так, чупы сосутся, между прочим. А там еще с начинкой-то. Да, у меня еще есть жвачки. Господи, как мерзко. Давай еще не другую тему. Давай еще не другую тему. Почему она с такой-то пошлячный уходит? Псих пришел в больницу, чтобы поставить себе новый кибер-шланг. О, ну это какая-то тема. Без денег? Без денег в больницу. То есть, надо же как-то ломать ее, чтобы она согласилась поставить тебе кибер-шланг бесплатно. Ну, новый. Здравствуйте, у вас тут принимаются услуги установки кибер-шлангов. Здравствуйте, что вы имеете в виду под кибер-шлангом? Я имею в виду... Жепа. Ну, жопу. Жепу поставить. Себе. Жепу. Я правильно понимаю. Да, да, да. Кибер-шланг не звучит как жепа, честно говоря. Это звучит как... Сопли. Как что-то, на чем скапливаются сопли, я не знаю, что-то примерное, примерное, примерное. Ну, извините, ну я, конечно, да, бывает за слово... Хорошо, хорошо, я вам... Сую его в нос, но это уже совсем другие истории. Ну, давайте не об этом. Ага, если я правильно поняла, вам нужно вставить... Ку**. Ку**. Ну, ну да, по факту так и получается. Но почему вы сразу не сказали, что вам нужно? Почему вы завуалировали это под кибер-шланг, жепу, сопли... Ладно. Хорошо. Какого размера вам нужен кибер-шланг? Ну, желательно, знаете, такой раздвижной, и чтобы в нем было... Радио. Чтобы в нем было радио. Знаете, послушать иногда хочется. Ну, я отдыхаю. Чтобы радиоволны вибрировали внутри... Машины. Внутри машины. В машине. Не, знаете, я хочу не только в машине, я хочу, чтобы они вибрировали так же и... Рука. И в руке, чтобы постоянно вибрация ощущалась. То есть вам нужен чувствительный кибер-шланг, чтобы вы могли рукой с ним это вибрировать, да? Ну да, просто я, ну, живу уже не с девушкой, я живу... Внуком. Я живу с внуком, поэтому нужно расслабляться как-то. Ага, внук уже не подходит. Ну, внук, он, у него это, да. Ну ладно, хорошо, хорошо. По характеристикам, сколько сантиметров вам нужен ваш кибер-шланг? Так я же говорю, раздвижной, раздвижной. Раздвижной, ага, чтобы... Чтобы что? Просто раздвижный мы не особо предоставляем, потому что... Вы не знаете, какой материал обычно, ну, типа... Блевотный. Ну, такой блевотный, знаете, неприятный, неприятный материал. Просто я бы не советовала вам раздвижной, наверное, посоветовала бы вам надувной, например. Надувной? Нет, чё-то, ну, звучит не очень. А есть у вас... Силиконовый. Силиконовый, есть у вас такой? Ой, я извиняюсь, но этими технологиями не пользуются уже лет сто, наверное. Ну, даже не знаю, что вам предложить. Хорошо, давайте поговорим о вашем нынешнем кибер-шланге. Что с ним? Дело в том, что его... Съели. Его съели. Съели мутанты, понимаете? То есть вы настолько неаккуратно занимались сексом, что ваш кибер-шланг съели. Я правильно понимаю. Ну да, съели ироды. Грустно. Знаете, кто его съел? Его съел... Внук. Его внук съел, тот самый, о котором я вам и говорил. Вы его не кормили? Я... Ну, почему? Я его кормил... В криокамере. Я его в криокамере кормил. В какой криокамере? О чём вы говорите? Подождите. Это же незаконно. Да как незаконно? Ну, заморозка людей. И вы о чём? То есть вы использовали людей как мясо. Замораживали их в морозилке. Ну так он уже ничего не мог говорить. То есть после чего он не мог говорить двигаться. И вы считаете, что это вполне законно. И после этого он съел ваш кибер-шланг. И вы говорите, что он ещё и не прав при этом. Я правильно понимаю? Ну, да. Сейчас не об этом. Давайте вернёмся о том, зачем я пришёл. Мне нужен новый кибер-шланг. Ну, хорошо. Давайте всё-таки определимся с материалом. Я могу предложить вам... Залупу. Залупу сделать из золота. Хотите? О! Из золота. Ну, это, наверное, много выйдет. Ну, стоить это будет примерно... Миллион. Миллион кредитов. А можно как-то, ну, знаете, ну, бесплатно, да? Бесплатно? Что? Ну, да, да, да. Бесплатно. Хм. А ну, пошли вон отсюда. Ну, девушка, ну, поймите меня. У меня... У меня рак мозга. Ну, мне нужно как-то выживать на чёрных условиях-то. А вы не хотите... Я извиняюсь, что вы не хотите заменить себе мозг, а не кибер-шланг первым делом? Мне говорили, что в больницах сейчас мозги не... Ебут. Мозги не ебут, поэтому мне нужно заменить только кибер-шланг. То есть мне не ебут вам мозги и заменить кибер-шланг, я правильно понимаю? Да, ну, из-за бесплатно. Ну, я думаю, мне кто-то говорил, что с раком мозга можно. Меняют бесплатно, там полис... Я предлагаю вам заполнить особую бумагу, которая предоставляет больным ракам специальное... Министерство. Специальное министерство по исполнению последних желаний, как бы, больных. А-а-а, да, вот, я слышу как раз о таком. Да, первый пункт. Пожалуйста, назовите ваше последнее желание. Я хочу... Сосать. Я хочу сосать. Вы хотите сосать. Я думала, вы хотите кибер-шланг. Ну, чтобы сосать, мне нужен кибер-шланг. Вы хотите сосать свой кибер-шланг? Да. Хорошо. Он такой золотой, что, ну, его не пососать, но это грех совершить. Хорошо, тогда зачем вам раздвижной кибер-шланг? Может быть, вы возьмёте просто самый большой размер? Понимаете, у меня же не только есть, у меня есть ещё и... Грыжа. У меня есть ещё и грыжа. Иногда она мне мешает, мне приходится его то удлинять, то укорачивать. Иногда он слишком глубок, иногда нет. Хорошо, молодой человек, у вас рак мозга, у вас грыжа, и... Может быть, вас просто высыпить? Это бесплатно. Нет-нет-нет, мне нужен кибер-шланг, не забывайте, у меня есть ещё внук, и... Вот. То есть, ваш внук проголодается, вы хотите ему новый дать, я правильно понимаю? Ну, типа... Ну, кормить же чем-то надо, у меня денег нет, не поймите мою ситуацию, денег вообще нет. Я правильно понимаю, у вас нет денег, вы пришли в больницу, чтобы по программе Министерства раковых больных установить себе бесплатно кибер-шланг, накормить его им внука. Я правильно понимаю? Да, 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 всё правильно понимаете. Да вы какой-то псих, молодой человек. Ну, меня так звал лет 30 назад. Мой прыщ. Мой прыщ. Олечка, пожалуйста, санитаров можно? Стойте, стойте, да куда? Ну, мне нужно заменить, ну, пожалуйста. Да, да, мы пойдём устанавливать вам кибер-шланг, всё хорошо. Придут хорошие дядечки со смирительными рубашечками. Что? Нет, 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 не надо мне туда, у меня, ну, мне нужен кибер-шланг, у меня есть внук. Молодой человек, молодой человек, ну, поймите. Пиздец. Пиздец. Ну, я-то что, я в этом виноват, что пиздец, мне нужно же, поймите, мою тоже ситуацию. У меня же сегодня. Похороны. У меня сегодня похороны. Так зачем вам кибер-шланг? Ну, я приду с ним на похороны, представьте, как можно похвастаться. Может, может, у вас ещё и открытый гроб будет, а вы ещё и кибер-шлангом похвастаетесь всем. А зачем вы... О, господи, молодой человек, понимаете, какой перевод это ресурсов? Вот эти вот протезы, они очень-очень дорогие, но если у вас сегодня похороны, то чтобы что? Похороны, чтобы похоронить моего внука. Неужели ваш кибер-шланг был отравленным? Ну, он содержал, конечно... Пару таксинов. Он, конечно, содержал там говно из джепы, ну, не скажу чей, но это не важно. Но это всего лишь детали. Молодой человек, если я не ошибаюсь, знаете, просто я подрабатываю на чёрном рынке, ко мне сегодня приходил молодой человек и предложил продать кибер-шланг из джепы. Может, вы с ним знакомы? Погодите, так это... А, это, по-моему, мой друг был. Но... Не важно. Вы мне установите кибер-шланг-то? Так, может быть, вы пойдёте купить у того молодого человека кибер-шланг. Он, в принципе, он готов был продать за... Хату. Есть у вас хата? Ну, это моя последняя хата, я в ней... Подождите, понимаете, я в этой хате... Орги. Я на этой хате просто устраиваю каждое воскресенье оргию, понимаете? Там мои внуки собираются каждое воскресенье. Ну, смотрите, внуки? Да! Просто вы редко бросите слова, поэтому я иногда... Вы уже слишком много информации говорите, я уже не успеваю ничего с Генеем. Хорошо, подождите. У вас приходят внуки, значит? И... Что вам важнее, чтобы внуки приходили на ваши мероприятия, либо чтобы у вас была квартира? Ну, типа... А как внуки ко мне придут? А зачем мне тогда кибер-шланг, если у меня не будет внуков в воскресенье? Вы о чём? Санитары! Где вы там? Да нет, ну поймите же меня, хватит развивать! Я уже устала его развлекать! Поймите меня, у меня... Гомункул. У меня гомункул живёт в банке дома, в мышиной норе. Угу. Олечка, где это, ребята? Мама и сын, ситуация курения. Так, мама и сын, да? Я маленькую. Да, да, ты узнал то, что я тебя покурил. Костя! Да, мам? Мне позвонила твоя классная руководительница и сказала, что видела тебя и... Ауф. Ауфа за школой, и вы курили! Это правда? Мама, я не курил. Я тебе честно говорю, я никогда в жизни в рот не сывал ничего, кроме... Члена. Члена. Что? То есть ты куришь? Ещё и кибершланги? А как же... Ауф? Ааа, ну... Как бы... Мам, если ты не знал, то как раз таки с ним я и... Молоко. Пил на его молоко, да, вот. Пил его молоко. Пил его молоко. А девочки тебя не привлекают, да? Есть же, например... Блинчик. Есть же, например, блинчики. И зачем молоко-то в соло? Можно приготовить, ну, если ты понимаешь, о чём я. Ну, так вот, вернёмся к курению. Слушай, может тебе какую-нибудь электронную сигарету купить, например... Наркотик. Например, шмали, например, ну, не знаю, ну... Мам, мам, мам. Мам, если ты хочешь купить мне шмали, я готов тебе её продать, потому что я... Печенька. Ну, печенье, печенька, да, мне так называют, это моё имя поварское. Значит, печенька на районе, знаешь, я добавляю в шмали немного своё печенье, потому что я... Жопа. Ну, потому что я жопа большую отъел на этих печеньях. И теперь, как бы, везде их добавляю, у меня просто зависимость, мам. Ты бы лучше беспокоилась не моим зависимости от курения, а от моего зависимости к печенью. Хочешь печеньку? Мам, ты чё? Ты ведёла мою жопу? У тебя прекрасная жопа, знаешь, что отец с ней как-то делал? Что? Жир. Он, он, он сжигал с неё жир, короче, пока ты спал. То есть ты худел во сне, но при этом просыпался и ел печеньки. И поэтому печеньки-то мог хуже, потому что отец во сне сжигает твой жир, господи. Я боюсь представить, как же мой отец сжигал жир на моей жепе. Вот. Но, я надеюсь, он не... Живот. Не сжигал жир с живота. Потому что мой живот мне очень нравится. Это очень крутая солидность, мам. Он помогает тебе продавать шмаль? Среди подростков? Ээээ... Нет. Мой батя, он... Привет, дед. Бабушка. Ты услечусь. Слечусь. Будешь снимать. Чё? Ну, хорошо. Но, всё-таки, проблему курения нужно решить. Ты у нас, получается, жепу себе отъел, живот себе отъел. И у тебя лёгкие сейчас вообще на пределе. Поэтому, нужно как-то это порешать. Давай, думай. Мам, ну я предлагаю могилу. Просто могилу мне уже купить, нахуй, блядь. Мне пиздец, мам. Ага. Ну, нет, я не согласна, слушай, я думаю отправить тебя на курсы. Йоги. На курсы йоги, там обычно помогает против этого, знаешь, здоровый образ жизни, все такое. Никаких причинений, никаких вообще, никакой вот этой твоей незаконной деятельности, потому что... Пончик. Потому что ты мой пончик уже вообще слишком ни в какие рамки не влезаешь и, знаешь, Пончику останется твоя одна дырка, если это прекратить. Мам, 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 скажи мне честно, я... Курица. Курица для тебя всего лишь, да? Нет, ну просто ты приемный. Я приемный? Да. Поэтому моя... Мой отец мне одновременно еще и бабушка? Ну кажется так, кажется так. Твой отец тоже приемный. Чегоооо, мам, ну... Как бы если ты не знал, да, то наш отец, знаешь, чем занимается, пока тебя нет дома? Танцы. Танцами. А танцует он на... На бубне. На бубне. Вот так вот, да. Он что, программист? Нет, он элитный разработчик с Кристалликс. Ага, опять мы на это учили. Ну хорошо. Ну, знаешь, сынок, то есть ты не сильно выстроился из-за того, что ты приемный, я правильно понимаю? Я... Да я всегда знал, что вы какие-то ебаные. Мы? Да. Мы курием, что ли? Вот именно, вы не куриете, не пьете. Вы целыми днями... Целыми днями знаете, что делать? И вы целыми днями с отцом. Машину времени. Смотрите одну и ту же серию одного и того же сериала «Машина времени» по 50 раз. Вы вообще чокнуты. И я хочу вас уже давно... Сожрать. Сожрать! Ой, ты ж мой пончик, ну подожди, ну куда ты? Знаешь что, мы смотрим одну и ту же серию сериала, потому что это сериал нашего детства. Знаешь такого ютубера, он снимал сериал «Машину времени» в Майнкрафте, вот мы и пересматриваем, что в этом такого криминального. А ты вообще в своем возрасте, тебе вообще 6 лет, ты в первый класс ходишь и уже куришь. Ну, мам, скажи спасибо, что я в 6 лет курю, а не... Дрочу. А не дрочу, между прочим, да, вот. Я извиняюсь. Что? Ты еще и дрочишь? Нет, я не дрочу, мам, там что дрочить-то нечего в 6 лет. Вот. Хотя вот мой друг мне рассказывал, что он... Игрался. Игрался со своим микрописюнчиком, но, к сожалению, все, что получилось, это его... Фирамир. Отдать Фирамиру. Хорошо, хорошо. Значит, мне неинтересно слушать про микрописюнчики твоих друзей. Мне интересно про твой микрописюнчик. Что, когда себе парня найдешь уже, а? Какого парня, мам? Я... Ну да, в принципе, мне нравятся парня, но вообще я би. Поэтому ты играешь на Кристалликсе. Хочешь сказать, что все, кто играет на Кристалликсе. Нет, извиняюсь, перед всем комментируем Кристалликсе. На колени, мам, на колени. Сейчас я буду тебя... Ракету. Запускать на ракете. На своей... На своей микроракете. На своей микроракете, да. Извиняюсь, это дело семейное, но все-таки отца-то пожалей. На какого отца? Который бабушка? Ну да. Короче, мам, я предлагаю тебе просто прямо сейчас взять и купить у меня... Пингвина. Пингвина. Не, 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 я на это не куплюсь, не куплюсь. Я, ты опять своих разработчиков, этот, админ Кристалликса, пытаешься сплавить, да? Ты поэтому этим занимаешься вообще, вот тем, что ты в школе продаешь. Ну все понятно, короче. Все, иди в свою комнату. Мам, если ты не забыла, то благодаря именно тому, что я продаю все это в школе, мы до сих пор, нас до сих пор не украли из квартиры. Потому что вы с отцом 10 лет назад... Психовали. Психовали настолько сильно, что просрали все наши деньги и ушли в долги. А когда пришли коллекторы, тебе пришлось им... Трусы. Отдать свои трусы, потому что... Мам, между прочим, если бы не я, коллекторы пришли бы еще 3 года назад. Но из-за того, что я начал курить в 3, а в 4 уже продавать шмаль... Именно из-за этого мы до сих пор на плаву. Ты называешь это на плаву, да? А тебе бы я бы посоветовал пойти работать на... Донха. На Донха, на мистера Донха, да. Он давно уже хотел, что я там с тобой... Кондиционер. Что ты сделал ему кондиционер. Ну да, собирал я как-то кондиционеры, помню. Но все-таки этим больше не занимаюсь, потому что... Очень часто... Ну, клиент звонит, говорит, привезите кондиционер, соберите, пожалуйста. А сам намекает на... Блин, я походу проиграл уже. А-а-а, мы его задушили. Гудение. Намекает на, ну знаешь, типа погудеть вместе. Но нет, нет, я таким не занимаюсь. Так вот, кто, значит, все это время воровал мою шмаль и гудел с мистером Донхом, да? Мам, ну это вообще-то поступок настоящий. Путин. Путина. Ну знаешь, ладно хотя бы с мистером Донхом. Ты мне пингвина пытаешься продать. Мы с ним должны сидеть целыми днями. Я же из дома не выйду тогда. Ты что? Мам, да ты последний раз из дома выходила, когда... Бешеный кот. Бешеный кот еще был жив. Так это что, одноклассник нет? Если бы он был моим одноклассником, когда... Когда я под стол пешком ходил, то есть три года назад, то его еще на свете не было. Уже, уже на свете не было. Уже. Надо вдвоем кончать. Кончать? Да. До свидания. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok